доброго дня дорогие друзья с вами екатерина майорова wellness коуч и йога инструктор сегодня мы поговорим на интересную тему определение вашей личной конституции тела в аюрведе это понятие называется доша дождь основных существует три вата пита и капха вата это воздух и фир ветер капха это слизь земля вода пита это огонь и желчь определить какому типу конституции относитесь именно вы на самом деле можно улучшить или даже восстановить свое здоровье и решить многие проблемы которых можно просто-напросто избежать или избавиться сегодня я расскажу о том какие характеристики какими характеристиками обладает как выглядят примерно и какие качества и что ощущает каждый из трех типов дож и в этом описании вы можете узнать себя и понять начнем мы с вата дожи то есть это люди обладающие сухой конституции такие тонкие такие хрупкие знаете эти люди как могут быть высокого роста так и невысокого но узнать их можно по характерному типу тела то есть это узкий таз узкие плечи какие-то вытянутые такие конечности не достаточно вытянутое лицо немного могут быть вьющиеся волосы глаза могут быть как в принципе серые как голубые так и карие но в этих глазах они как будто бы такие с небольшой поволокой с пеленой легкой обычно если говорить про качество этих людей то такие люди они очень подвижные они очень энергичные они могут много и быстро говорить но при этом у них как бы в одно ухо влетает информация очень быстро на самом деле запоминается с одной стороны то есть быстро вылетает но точно так же она быстро вылетает и люди таких характеристик обычно она эти принимают информацию но они не могут удержать ее себе им нужно тут же ее передать и выдать хорошие журналисты получается такие люди обладают то есть на месте они не могут сидеть да то есть хочется все время что-то поменять двигаться из этого в принципе получается зарабатывать деньги это с одной стороны но с другой стороны все время хочется их быстро потратить на что-то спустить по если говорить про тело то обычно кожа светлая но очень сухая а особенно когда приближается зима и холодный период времени вата люди вата типа вообще не любят и не переносят холода и там холодного пронизывающего ветра все время хочется укутаться укрыться закутаться во что-то теплое чтобы сохранить тепло и про кожу когда я говорила да то есть кожа сухая может быть даже очень часто покрывается такой как гусиная называется кожа потому что мерзнут и такое состояние очень неустойчивое то есть то нервное такое эмоциональное сон беспокойный люди вата дольше эти не любят теплую постель холодную постель вернее то есть вы бояться даже просто ложиться в нее потому что вот она холодно еще не согрета дальше про питу пита это санскрита это слово обозначает от слова tapas то есть огонь и по сути это люди огненные такие желчные то есть у них активное выделение желчи и из-за этого происходит очень часто очень высокий ph желудка то есть и какие-то такие тоже болезни связанные именно с этим то есть на самом деле хорошо чем люди пита конституции они имеют очень хороший огонь пищеварения и хороший аппетит то есть всегда готовы есть и такие люди если они голодных не очень злятся сильно да и готовы готовы съесть кого нибудь лишь бы себя накормить да и они обычно едят большими порциями с другой стороны это хорошо выводится из организма вот точно так потому что вот именно люди пита конституции они запорами не страдают например как вата те же самые первый тип я объясняла вата доши они могут часто страдать именно запорами у питы обычно такой проблемы нет вот если говорить про лицо то есть лоб лоб достаточно высокий и характерные такие залысины есть именно у людей пита доши и раньше всех появляются седые волосы и залысины думаю часто могли наблюдать там какие-то вот мужчины в принципе и у девушек это тоже может быть а вот то есть именно высокий лоб и на лице глаза глубоко посажены и острые черты лица то есть острый нос подбородок могут выдавать именно людей пита конституции в плане телосложения обычно телосложение обычно хорошие то есть им легче всего поддерживать себя в хорошей физической форме если они будут заниматься вот но проблема в том что если не следить за своим питанием за качеством не заниматься физической нагрузкой они могут очень быстро полнить и с другой стороны также быстро могут похудеть если если вот так вот взяться за себя волосы имеют характерный красноватый оттенок и в принципе на всем теле волосы и мягкие обычно такие как как коричневые кожа достаточно жирная лоснящаяся вот поэтому из этого возникают часто проблемы с окне с прыщами да то есть и вот не только т-зона до жирная но и вся кожа тела она такая жирная и люди люди пита конституции не переносят жары и как раз таки эти люди обычно зимой ходят такие на распашку да там пальто шубы потому что потому что жар идет вот изнутри этот огонь он проявляется и характерны такие щеки красные могут быть это вот эти рыжие люди да то есть с рыжиной и красные щеки выдают опять-таки наличие пита доши и избыточная агрессия такая эмоциональность и в плане социальном эти люди хотят быть на вершине мира сего потому что они хотят и вот деньги эти люди тратят на предметы роскоши на что-то такое красивое и престижное поэтому они хотят быть на каких-то высоких престижных должностях но при этом конечно вот эта агрессия и на эти острый взгляд острое слово это как раз характеризует людей этого типа вот подумайте если у вас такие качества третий тип капха-доша еще кафе и называют каких-то из изданий каких-то книг капха характеризует ее тяжелое крупное телосложение знаете про людей которые говорят у тебя тяжелая кость да ты как бы такой вот широкий это явно характерно для капхи и обычно низ достаточно тяжелый то есть у женщины это проявляется в широких крупных бедрах да и в принципе в плечах тоже что характерно значит сложнее всего держать себя в физической хорошей форме потому что склонность к полноте будет преследовать их всю жизнь поэтому на самом деле да нужно там держать себя в ежевых рукавицах что касается диеты образа жизни сна режима дня и всего остального вот просто в принципе я не единожды уже говорила в предыдущих видео и значит волосы могут быть волнистыми но обычно они такие мягкие в принципе цвет глаз тоже данный цвет глаз может быть разным здесь и что характерно для лица то есть крупный нос достаточно полные губы и и лоб не высокий как у пита конституции да а именно широкий лоб характеризует таких людей если говорить про шею шея достаточно такая крупная то есть и к основанию сходит как будто бы знаете вот как ствол дерево расширяющийся и метаболизм слабый то есть пищеварение работает медленно поэтому есть хочется далеко не часто и по большому счету вот именно люди к по конституции могут обходиться без завтрака только например пообедать и по-хорошему ужинать вообще не нужно вот потому что это еще к тому же будет способствовать набору лишнего веса и значит зубы обычно такие мелкие и могут иметь такой желтоватый оттенок кожи достаточно мягкая такая теплая приятная вот у людей вата души у них часто холодные конечности руки-ноги вот капха люди с ватой очень похожи в этом потому что тоже не любят холода но они уст они устойчивее именно вот к холодам потому что сама характеристика тела как бы дает то есть природная выносливость такое люди которые вот как долго долго заводит там но мощно едет и таким образом эти люди тоже стремятся на самом деле к роскоши и хорошему такому образу жизни и тоже хотят быть на вершине это если говорить про качество характера но как говорится как я уже сказала да долго запрягают но хорошо едут этим людям на самом деле можно доверять это хорошие друзья это те люди которые тебя к тебе не бросят они тебя обязательно поддержат к ним всегда можно прийти там не знаю выплакаться да и и можно сказать что этот человек не пойдет сразу там как например вата души нам рассказывать да и все твои секреты выдавать по секрету всему свету вот потому что натуры достаточно медлительная где-то им просто лень это сделать где-то они любят обычно посидеть там в тишине там наедине с собой в своих мыслях нежели они пойдут там что-то рассказывать там и как-то там прям себя выражать активно воды на самом деле у этих людей в организме предостаточно поэтому вот именно что касается желание пить например вот пита огонь они очень много могут пить и и пит и любят холодненькое мороженое там лимонадик вот такое вот что-нибудь съесть им по кайфу им прям так хорошо все ложится а вот капха и там и вата если вот если съесть даже летом какой-то холодное мороженое или выпить холодный лимонад тут же можно заработать болезнь какую-то горло то есть будет горло болеть не знаю появится какой-то кашель излишняя слизь то есть образуется в носу в горле в легких вот поэтому нужно кушать горячую пищу теплую пищу ни в коем случае не холодную даже лет такая такая рекомендация вот сейчас я перечислила три основных конституции я их описала некоторых эти рисики на самом деле конечно характеристик больше но в одном видео всего не расскажешь и по-хорошему можно было бы если у вас есть какие-то проблемы которые связаны именно вот вообще на самом деле все три дожи до души должны быть сбалансированы когда в человеке сбалансированы не все три тогда хорошее здоровье выносливая крепкая то есть вы хорошо себя чувствуете но в современном мире просто это невозможно на самом деле и очень важно да вот вы когда слушали характеристики я понимаю что вы начинаете примерять на себя и что-то вы прям чувствуете что и это мое и это мое и вот это тоже мое да но на на самом деле это нормально в нас присутствует сразу три души они в нас присутствует три но 2 1 может быть самая ярко выраженная потом там втором месте и потом на третьем месте другая то есть в основном и такие смешанного типа то есть не вы не только вата можете быть но можете быть его вата капха например или не только питану и питакапха или питовата то есть это и то присутствует да а третье как бы она такая в стороне находится меньше всего но самое главное что все вот эти три дож и выводят из равновесия именно вата поэтому на вату нужно обратить особое внимание и если она не в порядке то может очень много возникать проблем со здоровьем которые могут вам мешать жить спокойно и развиваться вот и значит смешанный тип это я сказала и можно для того чтобы вы поточнее определили свой тип конституции у меня есть тест на сайте я ссылочку внизу под этим видео оставлю вы сможете пройти и небольшой тест ответить там на вопросы и сможете понять какой у вас первый превалирующий какой на втором месте тип дольше и какой третий вот фишка в том что нужно на самом деле для баланса нужно выравнивать тот которого меньше всего вот то есть это диеты диет определенный образ жизни и там питание и сна нужно нужно соблюдать поэтому я еще на эту тему с вами обязательно поговорю если у вас будут вопросы пожалуйста задавайте в комментариях к этому видео желаю вам чтобы вы были здоровы и красивы и успешны с вами была екатерина майорова пока пока пока